вы все эвострой эвострой должен строить отлично здесь вам не курорт саморез не в руку это эвострой дренаж не в печени эвострой состоящий из таких профессионалов как мы делает заказчиков довольными да и вы думаете нас остановят дожди молоток мне в глаз я лично буду контролировать каждую связанную арматуру посмотрите на себя вы профессионалы своего дела не понял почему пить стопы не на кухне сегодня короче вот этими руками нет вот этими руками мы будем строить шедевр строительного искусства вот это вот это вот именно такой дом ну что ребятки вы готовы вот это я понимаю команда ребятки всем привет мы находимся на нашем объекте в принципе вот так мы примерно и работаем всегда вы наверно это уже поняли да вот на самом деле сегодня у нас идет изготовление песчаной подушки на объекте то есть мы фактически сделали большую часть дренажной системы вся за тихонечко вся задняя часть нашего котлована самая дальняя часть котлована уже дренажная система полностью готова нам осталось только переднюю часть закончить ждем чтобы нам довезли щебень вот ждем чтобы нам после того как завезут щебень трактор у нас уберет вот это вот свой въезд полностью выкопает нам докопает нам котлован освободит вот здесь вот место чтобы мы могли нашу дренажную систему уже закольцевать и подключить ее к дальнему к самому последнему и самому низкому колодцу вот от которого уже вода будет уходить непосредственно в накопительный колодец который будет сделан из бетонных колец оттуда выводиться в ливневую систему значит смотрите что мы сделали мы задали уровень нашей песчаной подушки мы натянули вот такие вот маяки ниточки то есть они у нас сейчас все в принципе по нивелиру сделаны в один уровень для того чтобы мы песчаной подушкой не ошиблись чтобы она у нас была ровненькая красивенькая и дальше на эту подушку мы могли заливать под бетонку но перед тем как зале засыпать песок в котлован мы полностью по всему дну котлована расстелили вот такое такую геоткань геотекстиль которая у нас завернется на песчаную подушку сверху на песчаной подушке у нас также будет смонтирован геотекстиль это нужно для того чтобы просто песок не вымывала из-под фундамента куда-то в стороны в ту же дренажную систему мы сверху поселим армированную пленочку на которой будем заливать под бетонку для чего нужна армированная пленка чтобы молочко из бетона не уходила быстро в песок не впитывалась чтобы мы с бетоном могли проработать тем более что слой под бетонки у нас всего лишь 5 сантиметров работать нужно будет быстро его выровнять сделать его гладеньким и потом на подбетонку будем делать гидроизоляцию это такое дело над подписчикам обратиться вращайся дорогие подписчики рома нам уже третий сезон обещает пистолет для вязки арматуры и никак не везет мы скоро хотим начинать вязать арматуру делать подушку и может вы как-то нам поможете чтобы написать комментариях чтобы он нам все-таки его привез у нас тогда быстрее пойдет дело я думаю наши подписчики точно с этим справится я надеюсь пишите пожалуйста сейчас на данный момент ребята выводят песчаную подушку в ноль мы ее трамбуем виброплитой вы видите что песочек в принципе темненький он очень довольно таки влажный очень хорошо садится уплотняется после того как мы выведем этот ноль мы прольем хорошенечко весь песок водой вот еще раз пройдемся после воды трамбовочка и усадим его на свое место и начнем работать уже с геотками с амировой пленкой на 3 fan ребятки мы прочитаем пару отзывов с последнего нашего ролика про цены очень активно там ролики просматривался очень активно ставили лайки там кстати спасибо вам большое за это ждем от вас еще больших лайков активно писали комментарии комментарии тоже мы от вас ждем чтобы на них мы могли отвечать и обсуждать с вами те вопросы которые вас волнуют и которые у вас наболели один из вопросов расскажи цены по регионам россии ведь цены на стройматериалы отличаются но вы знаете цены конечно же на стройматериалы отличаются но я не думаю что они отличаются существенно потому что в принципе производители материала практически везде одни и те же попадает к нам и арматура и лес ну фактически я так понимаю поэтому в принципе сильно большая разница в материалах вряд ли будет но еще один такой момент мы по регионам россии цента не знаем и у нас честно говоря нет времени изучать эти цены потому что мы все-таки работаем московской области в этих ценах мы как бы сильны и всегда рука у нас на пульсе и понимаем что творится на рынке по регионам и вас точно ребятки не сориентируем к сожалению сейчас за моей спиной мы уже вывели уровень песка по нашим веревочкам по нашим маякам то есть у нас уже здесь все выровнено сделан нужный слой у нас слой примерно песка получается плюс-минус 20 25 сантиметров в разных местах потому что котлован в ноль естественно вы нельзя было были дожди ездил трактор поэтому все сейчас выводим вот эту всю плоскость выводим именно песком несколько раз уже прошли пока песок был влажный когда его привозили несколько раз прошли уже виброплитой это все утрамбовали сейчас на данный момент проливаем песочек хорошенечко проливаем водой мочим его для того чтобы он еще лучше сел на свое место и еще раз ходе виброплитой в принципе у нас это поверхность уже будет готова полностью к дальнейшей работе то есть застилаем геотекстиль армированная пленка и будем выставлять опалку для подбетонки завтра планируем залить подбетонку постараемся все успеть что мы хотим сказать хороший прораб такой как я например это работа на его строя но там работает самый лучший конечно вот 3000 штук например у нас есть у нас пешки есть у нас бешки есть мы вот днем пока на самом деле за неделю только заросло плюс вперед что мы должны сделать мы когда раскидываем арматуру у нас всегда должна быть сетка 20 на 20 соответственно чтобы у нас был порядок и красиво все ложилось мы делаем тоже шаблоны под сетку чтобы размером 20 на 20 плюс мы нарезаем еще шпильки на арматуру смотрите кажется 1 2 шпильки это ерунда а когда их у тебя около двух-трех тысяч штук соответственно это уходит время пойдем дальше ребят вы можете посмотреть теперь на этот котлован соответственно когда идут дожди мы становимся мы не можем ничего делать но люди которые хотят работать они умудряются сделать для себя работу потому что это и хлеб это заработная плата соответственно что мы делаем мы сначала сделали здесь дренаж пошел дождь копать соответственно у нас было все выкопано и ребята придумали потихоньку сделан настилы себе и щитов и потихоньку начали развозить щебень по контуру этого котлована соответственно дождь нам так сильно не мешал что я хочу сказать кто хочет работать тот всегда найдет выход положение итак ребятки мы дождались нам завезли на объект щебень сейчас трактор убирает свой заезд который у нас был котлован убирает оттуда грунт потому что в том месте у нас должна пройти дренажная система и там у нас будет частично находиться часть здания работа идет полным ходом все у нас хорошо значит дренажку сегодня обязательно добьем добьем песчаную подушку песок весь на объекте постараемся все завтра подготовить все завтрашнему дню чтобы завтра залить под бетонку кровь износу так ребятки вы спрашивали кто у нас оператор паша показать его вам лицезреть и он немножко ненормальный конечно но не обращайте внимание вот он это наш машина так мы работаем каскадерство режиссер операторство монтажерство монтажер все на наших плечах сибири тоже огромный привет спасибо что нас смотрите ребятки ставим лайки тут пишет нам еще антиквариат барахолка мне дом под харьковом 150 метров из газобетона насчитали 160 тысяч долларов 150 метров 12 миллионов болен я как но на самом деле это наверное скорее всего дороговато хотя если вам из москвы везут материалы вот в принципе можно накрутить и на 12 миллионов но 150 квадратных метров никак не может стоить 12 миллионов это верну 6 7 с натяжкой это будет дом вместе с наружной отделкой но может быть за 12 миллионов вам насчитали уже с внутренней отделкой с мебелью с ванной с гелем для душа и с хорошим шампунем для волос все может быть ребятки надо разбираться вот но для 150 квадратных метров это дорого на самом деле я не знаю стоимость материалов у вас и стоимость услуг вашем регионе поэтому к сожалению я думаю что все таки это дороговато тут нам пишут из тамбова михаил кольцов роман лайк вам от тамбов коттедж прекрасно вас понимаем точно такой же подход по поводу стоимости качества строительства полностью с вами согласны спасибо я вот видите я уверен что строители нас понимают в этом плане потому что мы всегда в курсе стоимости материала всегда в курсе стоимости аренды техники стоимости доставок стоимости услуг стоимости инструмента блин которого на объекте используется огромное количество и этот инструмент имеет имеет свойство как ни странно ломаться его приходится ремонтировать обновлять и так далее поэтому вот вот это все из всего из этого и складывается цена но не бывает бесплатного сыра не бывает его просто-напросто поэтому хорошо что вы нас понимаете спасибо смотрите нас мы будем смотреть вас ставим друг другу лайки ребята так ребятки к сожалению мы не успеваем озвучить рассмотреть все ваши комментарии в одном ролике мы обязательно к ним вернемся я вам от себя желаю хорошего настроения позитивных их позитивных и правильных эмоций вот таких вот побольше солнечных дней с ярким солнцем теплых дней и заказчикам конечно же я желаю хороших строителей строителями желаю желаю хороших заказчиков адекватных и тех и других обязательно так что ребятки ставим лайки пишем комментарии мы постараемся на все эти комментарии хорошо вовремя отвечать по мере возможности работы сейчас накапливается все больше и больше не забываем репостить наши ролики своим друзьям женам мамам братьям сестрам детям ну в общем можете даже своей собачке включить пускай посмотрим от этого хуже не станет вот всем хорошего настроения всем пока всем удачи